Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги конкурса статей по нумизматике и панистике, которые были опубликованы в русской Википедии в 2018 году. К сожалению, у нас все победители и призеры из различных городов России довольно отдаленных, либо вообще из-за рубежа, и приехать не смогли, поэтому сегодня мы только объявили. А все призы, которые полагаются призерам, мы, соответственно, соберем, и Еврокомитет их отправит по назначению, как уже много раз делал. Значит, это, я должен сказать, что у нас, по-моему, четвертый или пятый конкурс. По количеству статей он получился самым большим, 200 с чем-то статей. Интересен он тем, что внутри него прошел специальный конкурс, отдельный конкурс о монетах Международного нумизматического клуба, который очень добавил статьи много, ну, способствовал появлению дополнительно большого количества статей. Вот. Ну, что еще из особенностей этого конкурса? То, что у нас в финал вышло поменьше статей, чем обычно, чем обычно, но, с другой стороны, было более содержательное голосование за них. То есть, можно сказать, что выбор более репрезентативен, наверное, можно говорить, что в этом конкурсе так получилось. Значит, ну, я объявляю итоги, да, я представлюсь, забыл это сделать, забыл у меня Калашнов Юрий, я один из членов оргкомитета этого конкурса. Один, второй член оргкомитета ГИПОЗа, он из Сыктывкара, он не может присутствовать, и третий член оргкомитета здесь присутствует, я ему чуть-чуть позже слово передам. Первое место, статья кода. «Золотые монеты для дворцового обихода», автор Алексей Гомонков. Второе место. Второе место разделили две статьи, по мнению оргкомитета, значит, «Монета Октавиана Августа», автор «Ибидом», и «Операция Бернгард», автор тот же, автор «Ибидом». Значит, плюс две персональные номинации, которые присуждаются авторам, которые набрали наибольшее число голосов. Автор года «Ибидом», и автор года среди новичков, вот не знаю, Ашкадулин или Аскадулин, Асходулин, Асходулин, наверное. Ну, вы знаете, что, да, у нас все участники выступают под никами, и не всегда мы знаем их настоящие фамилии, если они не дают специального разрешения. Ну, вот под ником Аскадулин. Значит, объявляются далее призы. Для объявления призов от некоммерческого партнерства «Ики-Медиа.ру» я приглашаю Дмитрия Рожкова, члена партнерства «Катур». Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Рожков. Я на этой церемонии представляю некоммерческое партнерство «Ики-Медиа.ру». Мы впервые поддерживаем конкурс тематического проекта «Нумизматика и банистика», ежегодный конкурс, к чему мы весьма рады. И сейчас я объявлю обладателей призов от «Ики-Медиа.ру». Призы в этом году – это сертификаты интернет-магазина «Азон». Итак, первое место – сертификат на 2000 рублей получает участник под ником «Ибидем». Второе место – сертификат также на 2000 рублей будет вручен конкурсанту под ником «Алексей Гомонков». И, наконец, третий сертификат на 1000 рублей получит участник под ником «Асходум». Некоммерческое партнерство поздравляет всех победителей. Мы стараемся всегда поддерживать все полезные начинания наших коллег. И вот в этом году мы очень рады, что Юрий Кулашнов с его коллегами по проекту «Нумизматика и банистика» и предложил нам принять участие в организации этого ежегодного конкурса. Я думаю, что и в следующем году мы тоже постараемся поддержать этот конкурс. Вообще, это уже не наше первое сотрудничество с проектом. Мы уже в прошлом году, в 2018 году поддержали конкурс по написанию статей о монетах Музея Международного Минезматического Клуба, Частного музея Москвы. На самом деле, мы находимся в замечательном месте. Мы вообще стараемся объявлять итоги в каких-то музеях. В прошлом году мы объявляли итоги в Музее денег, который находится на Ручном вокзале, тоже частный музей. Итоги конкурса о статьях, конкурс статьи о монетах Международного Минезматического Клуба мы, соответственно, проводили в музее этого клуба. А сегодня мы находимся в Музее финансов, в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. На самом деле, это очень интересный музей. Я настоятельно рекомендую сюда сходить, потому что я, например, занимаюсь историей денег довольно давно. Для себя здесь нашел одну очень интересную вещь, например. Здесь очень много вещей, но вот это вот меня просто поразило, это глубина души, она так и уделила мое некоторое представление о прекрасном. Всегда обычно считается, что целью денежной реформы 1947 года была ликвидация карточной системы. Так вот, вот здесь вот, есть вот рядышком прям совсем карточки 1949 года. Иными словами, денежная реформа 1947 года не ликвидировала карточки полностью. Музей финансов, финансового университета при правительстве Российской Федерации. Правильно. Да, заходите, настоятельно рекомендую, отличное место. Так, я передаю слово для объявления призера Любови Исаковой, заместителю директора национального анализматического реформа. Наша организация уже не первый год является партнером этого конкурса. Мы занимаемся слабированием монет. Основная деятельность это выявление подделок, выставление грейда. Но также у нас есть и научная составляющая. Мы активно поддерживаем детское развитие. Наш новый проект, посвященный анализматике для детей. И один из наших последних проектов это монетное дело. Мы выпустили вот такой полупалтинник из серебра, который достается победителю конкурса Алексею Гомонкову. Он вышел ограниченным тиражом, их всего 350 штук. И вот один из экземпляров вы будете с удовольствием дарить. Радостно, что вот этот приз, который доставлен и вручен, по сути, лично в руки. Все остальные идут прямо, ну, практически сразу по почте, либо настоящей, либо электронной. Я его откладываю и продолжаю. Представители двух организаций, к сожалению, не присутствуют. Они не из Москвы. Тоже наши постоянные партнеры, которые с нами уже не первый год участвуют в организации этого конкурса. Это, значит, журнал «Золотой червонец» и портал «Золотой червонец». Это журнал и портал о совершенно разных направлениях нумизматики. Ну, там все есть. Там есть статьи, аналитика, база, магазин, аукцион. То есть это довольно крупное средство массовой информации, представленное на разных носителей. Ну, к сожалению, коллеги не смогли приехать, они не из Москвы, но передавали всем привет и объявляют свои призы. Всем трем победителям, значит, участников убитых Алексея Гомонкову и Аскадулину. Три комплекта. Вот каждому по три комплекта. Значит, журнал «Золотой червонец», набор открыток с монетами Банка России «70 лет победы в Великой Отечественной войне», открытка с монетами Банка России «Города Первого Салюта», открытка из спортивной коллекции «Сочи-2014» и открытки с жетонами серии «Русский музей 5». Все три автора получат эти комплекты. И дополнительные призы. Ну, поскольку статьи тоже получали некоторые места, и мы не включили их в короткий лист, но любой из организаторов имеет право объявить какие-то специальные дополнительные премии. И вот «Золотой червонец» награждает еще двух авторов, которые тоже писали статьи, значит, «Аква-121» в ник редактора и «Дэрбар-37». Я бы, наверное, правильно его назвал, «Дэрбар-37». Значит, «Аква-131» – альбом для монет, а «Дэрбар-37» – две памятные открытки с монетами Банка России. Они будут направлены призером либо напрямую. Если они живут в Москве, то тогда, наверное, можно будет встретиться со мной, и я передам их лично. Следующий партнер, следующий соорганизатор – это международный сервис коллекционер. Тоже, который с нами, наверное, с первого конкурса, ну, может быть, с второго. Тоже представитель мне в Москве, он разбросан по России и объединяет коллекционеров, собирающих самые разные предметы. Монеты, банкноты, но не только их, и пивные банки, и пробки, и значки. И, в общем, все, что можно собирать, то они и собирают. И, соответственно, ставят перед собой цель популяризации, коллекционирования. Ну, вот, и один из кураторов, значит, того направления, которое занимается коллекционированием монет и банкнот, Александр Щепотев, регулярно участвует и, конечно, передает всем привет. В частности, в этом году его привет лично выразился в тульских пряниках, в ансамы Столы. Поэтому он лично от себя, всем призерам, пять перечисленных, наверное, давайте я не буду еще раз их повторять, все пять призеров получает по прянику. И, что особо приятно, Александр прислал по прянику для каждого из членов Аркомитета, за что ему отечественное наше большое спасибо. Да, но есть, собственно, награды от Международного союза коллекционеров. Помимо того, что он объединяет коллекционеров самых разных направлений, этот союз выпускает журнал, вестник союза, называется «Лавка коллекционера». Периодически выпускает книжки, ну, например, вот, каждый из пяти призеров получит по книжке, по книжке, по книжке, сейчас скажу, краткий словарь, коллекционера и любителя пива. Я держал в руках замечательную, совершенно интересную вещь, не думал, что, ну, вот, как бы это настолько интересное и увлекательное занятие, собирать, значит, какие-то предметы, связанные с пивом. Проводят слеты, съезды и занимаются популяризацией коллекционеров. Значит, объявляю призы. Так, грамоты получают Алексей Гоманков и Ибидом, благодарствие письма Аскадулин, Аква 121 и Дербар 37, и комплект из журнала и краткого словаря коллекционера и любителя пива. Журнал «Лавка коллекционера». Ну, есть отдельные награды ордена, внутренние вики ордена от проекта «Нумизматика и банистика», но я уж не буду их перечислять, я только еще раз назову те три статьи, те четыре статьи, вернее, нет, те три статьи, которые были особо отмечены. Значит, первое – это «Золотые монеты для дворцового обихода», автор Алексей Гоманков. Значит, речь идет о монетах, которые выпускались в период управления Елизаветы Петровны и Екатерины, и служили для… О них и золотые монеты, рублевые, двухрублевые, трехрублевые, еще, по-моему, каких-то достоинств, они служили только для расчета при карточной игре, либо какой-то другой игре, ну, и каких-то других услугах внутри двора. То есть за пределы двора они не выходили. Вот статья об этом. Вторая статья – это «Монеты Октавиана Августа», автор Эбидем. Октавиан Август – это, ну, по сути, первый император, император после Юлия Цезаря, это начало первого века, он провел реформу в денежном обращении, и при нем, ну, то есть та система, которая была зафиксирована при нем, она проществовала несколько веков, то есть была довольно устойчива. Была довольно устойчива. То есть все предпосылки для нее были, уже существовали, но он вот это как бы зафиксировал путем, ну, нескольких указов. И плюс, плюс, плюс была перестроена несколько систем, система выпуска монет, администрирования. Поэтому лично я голосовал за другую статью того же автора, называется «Денежная реформа Октавиана Августа». Ну, вот большинство коллег проголосовали за статью «Монеты Октавиана Августа». И третья статья его же, редактора, автора Эбидем – «Операция Бернгард». Ну, «Операция Бернгард» – это известнейшая история, когда в одном из нацистских комслагерей, по-моему, он находился на территории Франции, были собраны таланты в области гравировки, в области бумаги, красок, и они выпускали фальшивые фунты стерлингов. Настолько высокого качества были эти фальшивки, да, поскольку они еще доллары выпускали, ну, в общем, про фунты стерлингов известно точно. И качество было столь высокое, что, ну, говорят, что в банке Англии не могли отличить настоящие от пандемии. И даже после того, когда операция была раскрыта, то несколько лет она была зафиксирована с тем, чтобы не создавать панику и, ну, не подрывать устойчивость фунта стерлингового послевоенного. Наверное, все. Все, что я хотел сказать. Надеюсь, мы будем проводить этот конкурс ежегодно. Надеюсь, с теми же самыми партнерами. Надеюсь, к нам присоединится еще кто-то. Спасибо всем участникам. Александр, Любовь, Дмитрий. Уважаемые коллеги, пока.